10-15 сантиметров, лёд непрочный, слоёный. Но любители экстремальной рыбалки это не останавливает. Они выходят на лёд даже в те дни, когда термометр показывает плюс. А то, что они называют льдом, на самом деле представляет собой тонкий слой спрессованного снега. Толщиной не более 10 сантиметров. Сейчас идёт активный сброс воды из Саратовского водохранилища. И вот температуры, которые сейчас, минус 2, минус 4, они при растании льда не способствуют. И получается сайденый лёд. То есть сверху поступает вода, прибывавшая от сброса саратовского водохранилища воды. А замерзание его не происходит. Василий Попов уходил под лёд трижды. Спасся чудом, но так и не смог отказаться от рискованного увлечения. Ну, знаете, это андреалин. Это тоже наркотик. Не столько я бы мог купить килограмма, 10. А вот именно, когда клюёт, вот тут самая страсть. За клёвом они часов не наблюдают. Ради удовольствия поймать на крючок, легко переносят и ветер, и мокрый снег. Сколько просидеть? Ну, сколько часов? 5-6. А если хорошо клюёт, так и больше. До начала зимы уже провалился под лёд и не смог выбраться один человек. Ещё два рыбака погибло весной. В современном законе нет стати, которая защитила бы экстремалов от самих себя. Но кроме надежды на авось, сотрудники МЧС всё же рекомендуют прислушаться к некоторым советам. Нужно подобрать хорошую экипировку, чтобы можно было сбросить быстро намокшую одежду. Во-вторых, необходимо иметь спасательный жилет, который не только вас спасёт, но он ещё и согреет рыбака. В-третьих, не надо паниковать. Нужно раскинуть руки и звать на помощь. А вот к любителям самого жёсткого экстрима наконец-то появились меры воздействия. В области принят закон, запрещающий выезд на лёд на автомобили. Тех, кто предпочитает рыбалку на колёсах, ждёт штраф в 2,5 тысячи. И улов, который можно купить намного дешевле.